Всем привет! И ты попал на канал Вилк, а это значит, что нужно налить себе чаю, взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепреждению за день. А мы продолжаем с тобой Черепашки-ниндзя, седьмая серия второго сезона. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Я хочу тебе сказать, что нас смотрят, постоянных людей, ютуберов, две тысячи с копейками человек, две тысячи, а ты почему-то до сих пор не подписан. Поэтому, если ты смотришь и ты не подписан, то обязательно нужно подписаться, поставить лайк. Потому что вы все смотрите, вы смотрите, у вас две тысячи человек, а подписчиков почему-то не две тысячи человек. Не знаю, не знаю. Кто-то не дорабатывает, кто-то не выполняет план, кто-то почему-то смотрит и едет, так сказать, на нашем канале с зайцем. Поэтому быстренько возьми, подпишись, поставь лайк и смотри в свое удовольствие, так сказать, оплати проезд просмотра. Все сказал? Все сказал. Смотрим. Продолжение следует... Черепашки, мутанты, ниндзя. Новые приключения. Тайна происхождения, часть вторая. Сынок, ты меня слышишь, Микеланджело! Микеланджело! Автор сценария Микеланджело в критическом положении, вы должны вытащить его из системы виртуальной реальности. Я пытаюсь, система заблокирована, управление не отвечает. Почему все пошло не так? Это же Стокман, да? Да, да, да. Ты что, уже забыла, Микеланджело? Нет, нет, я помню, что вот он типа там что-то нахимичил. Мы только черепашек смотрели две, две, две минуты, две минуты назад мы смотрели черепашек, а ты уже забыла, что там было? Так-то они не услышали. Спокойно, ребята, все становится ужасно. Этого не должно было случиться, это ведь виртуальная реальность. Они не должны были видеть нас. И тем более нападательно. Я знаешь, о чем подумал? Так интересно, вот если задуматься, по крайней мере, все, что я знаю об этих черепашках, ну это вот немножко Шреддера в первом сезоне, потом они попадают куда-то в космос, потом они пропадают в древнюю Японию, потом они попадают в будущее, вот это все, и они постоянно где-то шляются. Обычно, ну, проекты не так строятся, вот, как сказать, те же самые Чародейки, или тот же самый Аватар, или что-то такое, это все происходит в рамках одного мира, и там, ну, какие-то внутримировые проблемы, да? Ну, по одному сюжету идут, а тут разные сюжеты. А тут постоянно они где-то шляются. То там, то-то, то в будущее, то в прошлое, то это как будто, я не знаю, я не знаю, у черепашек в их лоре и в их вот этом сеттинге нельзя было внутри одного вот этого города сделать, типа... Нельзя было, потому что Тимур бы заскучал, сказал, что вы мне только Шреддер даете, дайте мне что-нибудь другое, вот они дают тебе другое. Так они дали мусорщик. Ну, это тоже. Вперед, ребята! Давайте потанцуем! Так проще отнять катану. Я типа, знаешь, они как тень в тень уходят, типа такие, земля, вот тут они стоят и такие, в тень, и все, исчезают. Мне, кстати, вот этот клан Наги, с учетом того, что у них лица начали видны быть, мне такое нравится больше, чем просто в масках, и они как будто все одинаково. Здесь хотя бы какая-то разность как будто чувствуются. Раз, возьми майки и беги в бамбук. Да, ты со мной. Ух ты! Я не знаю, что мы построили, потому что вот здесь же он растет наверху. Хотя тоже как бы бамбук вроде не как деревья растет, здесь как дерево, типа, ветка и... Может, это вид какой-то? Я не знаю. Что-то странное. Хотя... Это был 2003 год мультфильма, поэтому они такие... Мы не знаем, как выглядит бамбук, мы просто о нем слышали. Мне кажется, это какой-то вид просто отдельный бамбука. Шреддер. А вот прапрадедушка Шреддера. Может быть, эти ребята не настоящие, но настроены они, серьезно. Бежим! Пошли, эти люди, которые дороги в лесу. Они не могли уйти далеко. Остальные за мной. У меня важное дело в деревне. Дон, найди остальных. Убедись, что они в порядке. Я немного прослежу за мистером Личность. Я вас догоню. Мистер Личность. Почему мы не можем отключить систему? Обычно это было бы просто, но система была испорчена. Малейший сбой или потеря энергии уничтожит их. Мы должны осторожно отсоединить их мозг от коконов памяти, но на это потребуется время. Будем надеяться, что они продержатся. Ну, ты все профукал мозг. Он тут видит альтернативы предложил. Ну, да, но, с другой стороны, альтернативы тоже нерадостные. Он, походу, не знает, что они здесь в этом мире ожили, да? Скорее всего. Он думает, что они просто как в ловушке и выбраться не могут. И для него, наверное, это никакой проблемы-то не составляет. Он думает, что они... У них есть время, типа. Они там, типа, опять в форме призраков летают и плевать, как бы, сколько они... Он сказал, сколько они продержатся, типа. Ну, сколько продержатся, скорее всего, не они внутри, а сколько продержатся их тела физически в том мире, типа в капсулах. Мне кажется, что и здесь. Мне кажется, он бы не понял. Только столько он мог понять такой гениальный замысел. Кузнец ты закончил. Хэй, то она сама. Я сделал длинок, как вы просили. Но мять-то замечательный металл. Я никогда раньше не видел такого. Ты больше не увидишь. Убьешься. Будешь считать, что этот металл упал с небес. Ну, я так и знал. Я так и знал, что сейчас что-то такое будет. Говорят, что люди притошли от гоплина. И меч, гоплина, и ссор. The sword of Deku. Я понять не могу. То ли здесь озвучка плохо наложена друг на друга, что мы хорошо слышим иностранное вот это вот хрипанье. То ли здесь Шреддер после, я не знаю, он кого-то перекурил. Вообще у него... Да мы слышим озвучки. Просто жесть какая тяжкая. Вот и помогай после этого. The sword is an event. With his mind, my own love, my own love, my own love. I will find them and destroy them. Как майки? Мы должны быть осторожны. Микеланджело не домогает. Я боюсь, что в этом призрачном мире, если мы поверим, что мы умерли, мы на самом деле умрем. Не просто быть осторожными. Тот парень, который выглядит как Шреддер, только что изобрел меч в Тенгу. Ну и с другой стороны, это же вы опять-таки в воспоминаниях, вы не в реальном прошлом, поэтому, что бы вы здесь ни сделали, это не изменит уже настоящего. Типа сломаетесь. А если изменит? Да это не может так работать, ты чё, май. Это совсем было бы странно. Типа, прикиньте, Шреддер здесь убиваешь и всё, да, Шреддер нет в первом случае. Нет, скорее всего, это просто оживший. Ты убиваешь и как-то влияешь, и он такой, я хочу быть добрым. Нет, это ожившие воспоминания, это что-то из разряда у них, вот есть 3D, это 9D. Они вот как будто вот это вот смотрят фильм, но тот фильм, в котором тебя и ветер дует, и вода брызгает, и ещё по лицу тебе по раз плафону дают. Да-да-да, вот этот вот в ТЦ-шках стоит. Вот, ну, поэтому они просто могут тихо, аккуратно, молча наблюдать за происходящим, сильно не внедряясь, чтобы просто понимать, что происходит здесь, чтобы возможно это поможет им узнать, как это поможет в будущем, и всё, то есть, мне кажется, как-то так надо поступать. И типа здесь, знаешь, должны люди в чёрном появляться. Так, ребята, это наши прерогативы, смотрим на лампочку. Вы здесь просто канализацию прорвало, вы просто пришли посмотреть на канализацию, раз, сходимся и заходим такими тык-тык-тык. Раз, два. А может кто-нибудь просто выйдет, скажет, что всё нормально, показалось? Что за? Они сейчас только синее идут. Они сейчас только синее идут. Они сейчас только синее идут. Они сделают это. Всем отрядам открыть огонь! Открыть огонь! Прям так, да? Там уже, там уже где-то красная кнопка нажимается на ядерные ракеты. А погнали в это сдать. Да-да-да. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Не могу поверить. Нам понадобится более мощное оружие. Вызвать военный десант Кманча-1! Морту нас атакуют. Это местонахождение больше неэффективно. Мы окружены, у нас нет выбора. Мы должны немедленно воспользоваться переместителем и вернуться домой. Пока мы удерживаем оборону, мы должны спасти черепашек и их учителя. Мы в ответе за них. Их жизни важнее жизни утромов? Любая жизнь – это ценность, советник. Это правда, но запомни Морту. На тебя возложена большая ответственность за твоих друзей утромов. Это тяжкое бремя, но ты должен нести его. Я понимаю, советник. Вы не можете бросить моих друзей. Не волнуйтесь, профессор. Мы найдем способ спасти их и нас. Короче, сейчас все утром и уйдут, а он останется. И будет пятой черепашкой. Типа, знаешь, создаст костюм реальной черепашки, как вот это Таня костюмы люди делают, и вставит туда свой мозг, и будет реально пятой черепашкой. Да зачем вообще вам сюда встревать, алло, ребята? Нет, оставьте нас в покое. Я просто подумала о том, что в первом сезоне, в начале, спринтер такой, вы не должны показываться и выходить на улицу вообще, типа, выходить только в темное время, чтобы вас никто не заметил. Во втором сезоне на нем просто где-то все, везде пошлялись уже просто по всему уровню. Да я реально не понимаю, зачем он в это встреваетесь, это просто воспоминание, ну, типа, вообще странно. Реально. Вопрос только в том, как они все, типа, бабка Эйприл, этот дед Шреддера из Японии оказались вообще в Нью-Йорке, или где там у них события происходят. У него Шреддера логично, у него японские корни, нам говорили, а у нее вряд ли, конечно, не так. Но это пурпурный дракон, митинг. Ну да. На эту вечеринку пришли все виды болванов. Вон еще, смотри. Или повстанцы. Вот здесь тоже странный момент, да? Они так выглядят неоднозначно, как мутанты-черепахи. Они такие, давайте поможем ей. Я думаю, вот они вырываются, и они вообще не очень сильно похожи на помощников, типа. Как распознать, что они собираются помогать. Да, да, то есть они же, если вырываются, они... Ну, смотря на кого нападают, понимаешь? Типа, если они ее не трогают и нападают вокруг на ее же врагов, то можно понять. Ну, можно. Просто надо быстро сориентироваться. Пока она раньше на них не напала. Вот сейчас. Что ж, придется действовать по старинке. Кинем. Ой, трусишки убежали сразу. Чудемахи умели надирать задницу ниндзя даже в древней Японии. Сгиньте, злые гоблины. Спасите нас. Спасите нас от зеленых убийц. Гоблины. Гоблины. Почему-то мне кажется, что мы не дождемся благодарности. Ну, и тем более в те времена, когда существовали эти мифы о духах, о призраках, о всяких чудовищах. Конечно, они, блин, даже вообще выглядят крипово. Прикинь, типа, монстры из ада поднялись за вашими душами. Да-да-да. Но мне кажется, они сейчас ему нормально... Ну, она, наверное, за них... Она сейчас за них прижет, скажет, они меня спасли. И они в итоге еще и расскажут, что, как обстоят дела в этом вообще. В этой Японии. А вот эти вот стражи, это случайно не эти стражи, которые на мозги защищают? У них тоже кулончик такой там какой-то. А, не знаю. Да, это они. Реально. Сейчас такие же вот открываю. Как мы уезжаем? Пожалуйста. И вам не хворай. Слушайте, мы только пытались помочь. Мы не хотим с вами драться. Хотя мне нравится драться, но мне не нравится, что мы застряли в этой глупой видеоигре утромов. Вы знаете, кто-то герохов. Как эти странные создания узнали об утромах? Есть. Я понял, где я видел эти медальоны раньше. У стражей. Наши друзья, наверное, ранее воплощили. Удивительно, что об этом говорит Леонардо, а не Донателло, который, наверное, должен был раньше за все понять. Да, первый среагирует. Еще в прошей серии, да мы там сейчас увидим у них это кулон утром. Вы работаете на утромах, да? Но, но, мы на одной стороне, ребята. Нам нужно поговорить с утромами. Мы застрялись здесь, как и они. И может, они смогут помочь нам. Отведете нас к ним? Нам нужно увидеться с ними. Мы скажем им. Подождите, а как мы вас найдем? Если наши повелители согласятся на аудиторию, мы сами вас найдем. Они же везде следили за ними. Ну да, да. Этот все ползает. У них вообще какая-то плохая система безопасности. Где камеры, где датчики, где что-то. Он шляется по вентиляциям. Так да, в вентиляции пусть тоже будут датчики. Нифига себе, нет. Нет, это жирно ставить. У них нанотехнологический какой-то корабль из супер будущего, где они могут показывать прошлое, роботы-костюмы. И они не могут себе... Весь бюджет ушел на это, понимаешь? Не хватило денег на камеру. Это как в детях-шпионах Мачете, когда им дарил часы, которые не показывают время. Но зато у них кучу всего было в этих часах. Вот то же самое. Нет, весь бюджет ушел на рекламу этого мультфильма. Блин, стопнул, хорош, гадости оделать. Это стокман. А он типа, когда путешествует в этой... В этом коконе, он типа лежит. Наверное. Он такой, так считаю, овец. Одна, две, три. Нет, он лежит. Видите, очки, которые... Которые туда смотрят, да? Такие. Он лежит, типа книгу читают. Да, да, да. Да, да, да. Так, пора бы выйти. Опа, снимаем капюшон, влезаем. Вторая фаза завершена. Система безопасности отключена благодаря моему гению. Можно сказать, знаешь, как типа, кукушка-кукушонку купила капюшон. Простите, простите, я ошибся, повелитель. Ты только работаешь. Подземный ход, который позволит вам и вашим людям войти в здании незамеченными. Я отключу систему безопасности в этом секторе и перейду к третей фазе. Шреддер? Не, знаешь, кому нараговы работаем? На мусорщика. Думаю? Нет, не знаю. Такой умный человек, как стокман не будет прислуживать мусорщику. Так и Шреддер он уже не будет после происходящего. Мусорщик слишком глупый. Кто бы взял стокмана в плен под какой-то технологической бравией? Неужели же Шреддер не может быть? Кто еще был такой умный, чтобы его взять? В подчинение. Видишь, в пытке какие-то молнии. Не знаю. Электричество. Надо подумать. Берегите свои головные уборы и волосы. Взрыв будет сильный. Взрыв будет сильнее, но они не сильно далеко от входа-то находятся. По идее, если с этой штуки шмалять, надо подальше быть. Да, никакой безопасности. Да, там еще и этот простые люди стоят. Без разницы, незащищенные вообще. О, пробили, ничего себе. Мы сделали это, а все отряды вперед! Пошли, пошли, пошли вперед! А там же никого. Отель. Марту, границы безопасности были нарушены. Внутреннее управление системы безопасности не отвечает. Мы должны немедленно уходить. Я понимаю, советник. А там, знаешь, типа отделение Почты России. Талончик возьмите, пожалуйста, чтобы больше раздать. Да-да-да-да-да. Бабки там эту пенсию пытаются взять, оплатить ЖКХ. Я говорю, отель, когда заходишь, он такая спокойная музыка играет. Аминистратор стоит такой. Активировать роботов безопасности. Есть, церк. Техникам переместителя подготовиться к немедленной эвакуации. Люба должна спасти моих друзей. Конечно, профессор Ханникотт. Мы не бросим их. Обещаю. Если бы они смогли включить внутренний режим безопасности Кокона, но на это мало надежды. Если бы вы нормально поговорили еще в первом сезоне, ничего этого бы не было, ребята. Понимаете, вся проблема в том, что вы почему-то решили не общаться. С возвращением, братья. Кто-нибудь хочет суши? О, Майки, болван. Я рад, что с тобой все в порядке. Майки, молекулы этой еды не настоящие. Это часть иллюзии. Да, я знаю. Но сейчас они вполне реальны для меня. Вот он. Ответ на... На... Приветствую вас. Я Морту. Мистер Мортл, именно вы нам и нужны. Вы меня знаете? А где, интересно, у них защитный робот, он говорит, активировать защитных роботов. На Шреддера получается... Ну, блин, ну, Стокман, ну, я была тебе больше во мне. Ну, ты же нормально кинул... Да, это было, честно, некому больше ему идти. Вот именно, он так нормально, красиво кинул Шреддера в конце. Я думала, может быть, это его личная какая-то фича, типа, что он сам на себя работает. А он на кого-то работает. Ну, кто, кроме Шреддера, может, ему... Ну, блин, ну, бля... Ну, он по-любому не этот, он работает, потому что от безысходности. Наверное, полумёртвым его нашёл... Не, подожди, Шреддер его нашёл, наверное, полумёртвым. У него был перелом спины, и осталась только голова, типа, наверное, рабочая. Он такой, давай, я тебе, типа, это... Ты будешь работать на меня, я тебе отрежу всё тело, просто голову перевинчим к пауку, и всё нормально. Он такой, ну, лучше уж так, чем быть, как бы, это, инвалидом-то, вот. Поэтому так и сделаем. А так он не инвалид? Ну, так он ходит, видишь, штучки какие-то, да, разрабатывает, не знаю. Вредит людям, даже в таком маленьком обличии. Вот, и всё, и как бы они здесь порешали. Но, скорее всего, Стокман опять захочет передать Шреддеру, но я, конечно, здесь немножко недоволен. Как немножко? Очень немножко. Если Шреддер на это ещё раз поведётся, я вообще не знаю. Шреддер какой-то был пец. Он реально классно кинул Шреддера в конце, он прям такой, да вот, я тебя кинул, использовал, чтобы получить власть, силу, всё такое. И опять ему прислуживать. Ну, блин, Стокман, да я был больше об тебе мнения. Ты будешь сеть отелей какую-нибудь открыл. О, всё готово, повелитель. Они ничего не подозревают. А где вот это? Ну чё, Стокман, кто смеётся последним? Ты говорил, что ты, а теперь я. Вот так история с Коконом стала реальной. Понимаете, мистер Морту, мы попали в ловушку в этой виртуальной реальности и не можем выбраться. Понимаю. Это интересный феномен. Вам многое известно о нас. Но ваши знания о Шреддере неполные. Опа. И вы должны знать, что Шреддер один из... Ну, давай, ну да, расскажи, но потом подерёмся. Один из нас. Не повезло, что я нашёл тебе восьмой, Лорту. Теперь я смогу проявить всю сию меча Тенгу для твоего увеселения и твоей юбилеи. Защитили, проверяй. Мастер Слинтер, мы в порядке. Леонардо, слушай, у нас мало времени. Это виртуальная реальность. Иллюзия внутри. Иллюзия мозга. И поэтому... Управляй своим разумом. И ты сможешь... И он такой, сейчас я придумаю, что я мега-супер-черепашка, 100-метровая. У меня супер-15 рук и 20-40 мечей. Фу-фу-фу, вот это, да? Пожешь управлять иллюзией. Я постараюсь. Сейчас Телекинез пойдёт. Огненная магия. Купай, прощай, Марту. Что? Вереза смеш, Ченгу. В Алионардо такой. Да я ещё и немножко фокусник, смотрите, шляпу кролика достает. Ну это слишком классно. Хочешь вернуть его? Хочешь вернуть его? И салманс. Как всегда. Дамы и господа, представляю вам Нео. То есть Лео. Нео. Оценка на матрицу. Ваши действия подтверждают правдивость ваших слов. Возьмите это. Это поможет вам безопасно вернуться назад. Но, если мы застряли в видеоигре, как вы можете дать нам что-то, что относится к реальному миру? Я, мы, вы, у меня мозги болят. Если этот мир, виртуальная проекция, созданная из наших технологий, тогда мы, утромы, должны были заложить внутренний режим безопасности, который можно включить с помощью этого виртуального устройства. Отлично. Надеюсь. До свидания. И спасибо. Увидимся через несколько сотен лет. Ну да. Работает. Подождите. Вы что-то пытались сказать о марш-редере до того, как... Если реально у них эта штука сейчас работает, то прикинь, эта штука существовала, типа, тысячу лет назад, практически, и они все равно о ней подумали и внедрили в этот прибор, чтобы потом, если что, что-то вот так можно было управлять. Офигеть. Насколько они продуманы. У них получится, потому что там не попадают. Да. Нет, ну прикинь, да, жестко. Мы так и не узнали правду о шредере. То шредер – это вот этот слезник, самый главный злодей. Они сделали это. Они включили внутренний режим безопасности. Но как? Они гений. Я сам в шоке. Не вы, вы, но вы. Это длинная история. Мне не важно, как вы спаслись. Главное, что вы живы и здоровы. Но я все равно не понимаю, почему сломались коконы Оракул. Да, я понимаю. Не может быть. Я лично убил себя. Ты не можешь быть живым. Покажи живот. Покажи живот. Ты всего лишь интеллил мою голову от тулы ища. Железность, которую я совсем чистила, окажу вам всем. И один из вас, не вы, это все нашим мир. Короче. Короче. Мне кажется. Сейчас. Под конец всех сезонов шредер внутри этого железного человека будет инвалидом каким-нибудь без рук и без ног. Потому что ну столько раз его уже побеждали. И он все равно живет. Не, ну, все равно находит способ надеть этот костюм железный. Если он реально такой же робот, как они, такой же мозг, как они, то в принципе то, что ему обезглавливают или не обезглавливают, мне не плевать. Просто вопрос в том, он ли это. Но скорее, мне почему-то кажется, что да. Не знаю, правда или нет. Мне кажется, да. Я не знаю. Ну вот даже вот этот. Столько смотришь, а как будто всегда все больше вопросов появляется. Вот шредер в виде человека нам уже никогда не показывали уже. А нет, пока вы его полуголова показывали. Он всегда был перевязан. У него была вот эта вот белая, типа... Серая какая-то. Ну вот эта вот белая, как она называется. Да, спортсмены перевязывают, когда рано. Ну вот эта растяжка, как она называется? Тейпки? Нет, не тейпки. А этот, ну, бинт. Ну да, вот этот вот спортивный бинт, типа вот он всегда живот перевязывает, даже когда полуголый ходил. Так что, да, так что, возможно, так-то это. Я не знаю тогда. А возможно, это какой-то главный злодей их расы, там, не знаю, с другой планеты, который пытался их уничтожить. Он, наверное, вот этот красный сидит. Красный, который, помнишь, зло это? Да, ну я про него и говорю. Да, да. Ну вот. Ну ладно, по-живому увидим, посмотрим тоже увидим. В целом интересная серия была, жаль, что не узнали, что там хотели сказать про Шреттера, очень обидно. Ну, узнаем уж в ближайших сериях, скорее всего. Ну, наверное. Спасибо за просмотр, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как те серии, как те реакции, залетай в телеграмму с там общением анонсов, подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока, пока. Пока.